50 участников и более 100 собак разных пород. В горнолыжном центре Металлург Магнитогорск состоялись всероссийские состязания по гонкам на собачьих упряжках «Стальный рубеж». Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Что такое скит-джоринг, почему в упряжке важна иерархия, на необычных гонках побывала Юлия Черешнева. Лайда носится со всех сторон. До соревнований полчаса. Собаки чувствуют, что скоро гонка. Четверка Екатерины Старостиной выражает эмоции громче всех. Два вожака, Белка и Стрелка уже на низком старте. Две девочки бегут впереди, два лидера. Девочки маленькие, но удаленькие. То есть очень быстрые, хорошо темп держат, что надо для лидера. Но сзади на колесах у нас сильные мальчики. К слову, иерархия внутри стаи – очень важный момент. И каюр-погонщик собак должен безошибочно определить животных с высоким рангом. Первая группа ведет за собой остальных. Питомцы с низким рангом стлонны к подчинению и не станут обгонять собратьев. До старта Алены Войтенко – 10 секунд. Очень большие напряженные эмоции. Собаки еще подгоняют, заводят. Адреналин поднимается до верхних планок. Проехать предстояло ни много ни мало 10 километров. Средняя скорость, которую развивает, к примеру, лайка, самая подходящая для этого вида спорта порода – 20 километров в час. Но, как оказалось, скорость не самое главное. Важно, чтобы хвостатый спортсмен выполнял команду. Многие участники – гонщики со стажем, но даже для них трасса оказалась большим испытанием. Очень тяжелая трасса. Очень. Мы первый раз на подъемах на таких работаем. До этого все время только на равнине. Честно говоря, не готов ни я, ни собаки были. Вот. Но все равно как бы собрались силами. Вроде всех обошли по трассе. Ну, реально. То есть трасса рыхлая, очень тяжело бежать, собакам особенно. И вот эти ваши вот магнитогорские подъемы – это нечто. Я думал, я просто там останусь. Как бы то ни было, для Владимира Антонова из Екатеринбурга и его команды трасса стала счастливой. Они заняли первое место. Неплохо выступили спортсмены из Магнитогорска. Хотя гонки на собаках для нас – спорт новый. Такие соревнования проходят всего второй год. Но, говорят организаторы, желающих становится все больше. Следующий рубеж они будут преодолевать на Банном уже весной. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов. Вести Магнитогорск. Из Абдериловского района.